Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Значит, я буду сейчас читать и давать комментарии. Мне уже продолжительное время волнует ситуация, в которой я не могу самостоятельно разобраться, или не понимаю сути происходящего, из-за чего это началось и т.п. Ну, здесь надо сказать, что человек, он действительно не может не понимать как-то вещей, но, если приключиться к себе, да, и задать вопрос, задать себе вопрос, чего хочет, да, вот именно чего хочет, то я полагаю, что это будет, в общем-то так, довольно определяюще всегда. То есть вот зачастую была так, что какие-то вещи мы не понимаем, и даже вот не можем сказать, что мы чувствуем, мы не можем сказать, что мы ощущаем, вот, но мы почти всегда можем сказать, чего нам хочется. И мне кажется, что вам здесь можно было бы задать этот вопрос, вот, вот, чего мне хочется, вот, чего мне хотел в этот момент. Дальше. Сейчас, прошу внимательно читать мои слова, не надумать до того, о чем мне вот оно не нужно. Здесь, ну, чувствуется какой-то, не знаю, какой-то стыд, какой-то страх, опрагу, такое вот желание оправдаться, то есть неуверенность в себе возможно. Дело в том, что, когда я нахожусь в отношениях, как у меня было, я завожу только серьезные отношения с уклоном на будущее. Ну, вот, здесь тоже хочется, собственно, спросить у вас, да, для чего вы заводите серьезные отношения с уклоном на будущее? Вообще, что такое серьезные отношения? Чем серьезные отношения отличаются от несерьезных? Ну, вы можете сказать, что серьезные отношения это те, где люди строят планы какие-то на будущее, да, вот. Но, но, это немножечко не так, потому что планы люди строят практически всегда и очень много планов, которые просто не находят своего развития, не находят. в своей реализации какой-то. Поэтому, мне кажется, что планы не могут быть критерием серьезности. То есть, вот, что такое серьезные отношения? Мне всегда, у меня всегда возникает ощущение какого-то некого такого, знаете, давления, некого ощущения обязательств, когда речь заходит о серьезности в отношениях. Ну, вот, потому что, отношения это то, что люди строят на чувствах, а отношения это то, что люди выстраивают на своих ощущениях. А серьезность и уклон на будущее это не про это, это больше про желание себя защитить. Это больше про какую-то потребность в защите, в уверенности, вот, в чем-то таком. Дальше. Значит. Когда я нахожусь в отношениях, у меня было трое, я все время вижу с другими мужчинами. С некоторыми я сплю, но не всегда. Значит. Мне было-то необходимо знакомиться с новыми людьми, узнавать их миры, получать эмоции, новые чувства. Так было с детства. Ну, вы говорите о том, что, находясь в отношениях, вы встречаетесь, видите с другими мужчинами и с некоторыми вы спите. Спите вы из-за того, что вам нужны новые эмоции, вы, как бы, наполняете себя новыми людьми. И, ну, совершенно очевидно, что это вас возрастает. Здесь, собственно, важно выявить, откуда у вас идет потребность в новых мирах людей, в новых эмоциях. Вот как вы пишете миры, получаете эмоции, новые чувства. Кстати, новые чувства вы получить не можете, вы можете освежить только уже существующие чувства. Вот. Поэтому, здесь очень важно проследить именно за тем, что вы хотите. Чего вы хотите, когда, собственно, встречаетесь с другими мужчинами. То есть, очевидно, что вам что-то нужно, очевидно, что вы к чему-то стремитесь. Причем, это не секс. Это не секс. Это не измены, как таковые. Очевидно. Здесь очевидно, здесь что-то другое. Ещё такой момент. С женским полом я не общаюсь. И мои близкие приятели всегда были только мужчины. Мне так комфортно. Женский полом никогда не получалось. Ну, здесь очень важно тоже исследовать почему. Моё предположение, что вы боитесь конкуренции. Моё предположение, что вы как-то вот отвергаете что-то женское, что-то женское в себе, возможно. Ну, то есть, тут такие вот предположения, но в стране это не следует, следует в чьём проблема. Вот. То есть, почему у вас не получалось. То есть, что именно не получалось, какие именно ошибки, даже не ошибки, а какие именно неудачи вы переживали при построении отношений с женщинами. Вот. И если вы говорите, что с женщинами вам менее комфортно, то, соответственно, вот динамика, динамика комфорта, она уменьшается, она становится меньше, и нужно разобраться в том, что именно её уменьшает. То есть, я мог бы понять, если бы вы сказали, что вот такая история вот с ним с мужчинами просто интересна, интересно. Мне бы это интересно с мужчинами, там, чем с женщинами. Я мог бы остановить. Это просто ваш выбор, вам же интересно вы делаете что-то с вами интересное. Но если вы говорите, что мне более комфортно с мужчинами. Вот, то, соответственно, ну, очевидно, что если более комфортно с мужчинами, значит, женщина менее комфортная. Женщина менее комфортная, значит, вот с чем-то, с чем, значит, с чем-то создаётся это вот уменьшение комфорта. Дальше, значит, если возвращаться к моему вопросу, это началось в мои 16 лет, когда я начала первые отношения, впервые влюбилась и продолжается до сих пор. Вы имеете в виду здесь то, что вы встречаетесь с другими мужчинами, находясь в отношениях, я полагаю. Я понимаю, что это неправильно, и нужно с этим что-то делать, ибо когда будет уже семья, разлегаться на стороне непозволительно. Ну, смотрите, здесь, во-первых, определённые рамки. Во-вторых, стремление к семье. То есть, вам думаем, зачем-то для чего нужна семья, вы считаете, что зачем-то важен, и третье, это оценка правильно-неправильно. То есть, это вот правильно-неправильно, это, в общем-то, идёт извне, то есть, кто вам сказал, что это неправильно. Ну, в конце концов, темпераменты у людей разные, и если вы выбираете против себя такого партнёра, который не против того, что вы на стороне встречаетесь с другими мужчинами, например, это, возможно, позволяетесь своему партнёрам в стране встречаться тоже с другими женщинами, то такой вид отношений вполне себе имеет. чтобы, ну, вот, то есть, почему это обязательно неправильно. То есть, как бы вот это ни было, знаете, просто таких протестов против тех вот рамок, которые вы сами себе поставили, поставили, сами себе, ну, сами себя ограничили, вот, но при этом не прониклись к ним своими чувствами. Дальше. А, значит, почему я так делаю, я не знаю. Ну, здесь, главное, не только причины, сколько более такое субъективное поле, то есть, что вы хотите в этом контексте. Вот вы говорите, что мне просто необходимо знакомиться с новыми людьми. Вот вы говорите, мне просто необходимо. Вы говорите здесь о своих желаниях. Эти желания не дифференцированы. И, соответственно, именно это с ними и нужно сделать. Сделаем. Вы можете, можете понять, как что вы хотите, и можете найти другие способы реализации этих самых желаний. Если вы действительно считаете сам для себя, что ваше поведение, оно, ну, какого-то вот ненормального. С другой стороны, может быть, вы просто к серьёзным отношениям не готовы, а может быть, вы боитесь серьёзных отношений. И боитесь сближения, и как раз таки с семьёй пытаетесь компенсировать этот самый-самый страх близости. Тут гадать можно, на самом деле, очень много. Мне бы этого делать не хотелось. Вы являетесь достойным, достойным большим, поэтому. Дальше. Не скажите, что мне чего-то не хватает или мне плохо в отношении. Ну, как же вам чего-то не хватает, если вы говорите, что мне необходимо знакомиться с новыми людьми. Если вам необходимо знакомиться с новыми людьми, значит, вам как раз таки и не хватает всего-то. Другой вопрос в том, чего вам не хватает. Вот. Но, если бы вам обохлопало бы всего, то и желания с новыми людьми знакомиться бы не было. Дальше. Мне плохо в отношениях. Ну, вам не обязательно должно быть плохо в отношениях. Вот. Вам, может быть, в отношениях ровно, вам в отношениях может быть хорошо, но это не отменяет того факта, что в отношениях семьи вы запрещаете себе то, что вы позволяете во взаимодействии с другими людьми. Дальше. Я могу сказать, что искренне любила людей, с которыми была и хотела сынить семью и будущего. Ну, вы знаете, как непродакционно, любовь – это одно, а желание семьи и будущего – это другое. Я скажу вам, наверное, не очень приятную вещь, но семьи и будущего, как таковых, нет. Потому что, что такое семья? Это некое социальное образование, жизнь которому, в общем-то, дало общество. То есть, общество, определенный союз людей назвалось семьей. И каждый человек, по сути, вкладывает в отношениях семьи то, что он принес из своей семьи. И зачастую семья воспринимается как источник удовлетворения каких-то потребностей, в которых нуждается человек, тогда как на самом деле семья – это просто форма взаимоотношений людей и не более того. А, наоборот, в семье человек постоянно что-то дает. Вот. Поэтому еще раз, любовь и семья – вещи разные. Любовь с семьей никак не связана. И желание семьи – это, в первую очередь, образность. То есть, если я чего-то хочу, значит, я строю образ этого. Значит, я реально мир пытаюсь под этот самый образ пытаюсь подогнать. Ну, и легко себе представить, что будет, если этого не получится сделать. Что касается будущего, то здесь, мне кажется, страх неопределенности у вас присутствует. Вот. И этот страх неопределенности мотивирует вас на стремление, ну, к стремлению будущего, к будущему. Потому что будущее, помимо того, что его точно тоже нет, вот, гипотетически оно существует только для одного человека, не более того. То есть, один человек может иметь только свое будущее. У другого человека есть свое будущее. Будущее этих людей не связано. Будущее людей может быть совместным, но оно не связано друг с другом. Поэтому, чтобы мы хотели именно с кем-то будущего звучить так. Я хотел определенности за счет кого-то. Дальше. Я всегда работал над отношениями, и в целом проблем в них не было. И всегда работал над отношениями, о каких проблемах вы говорите, здесь не совсем понятно. Но вот эти встречи с другими людьми, будто сейчас меня всегда так было, почему это началось и зачем, я не знаю. Ну, нужно разбираться, будто я такая есть. Нет. Вы, очевидно, не такая есть. Вы, очевидно, через этих людей что-то для себя получаете. Вообще, я могу совершенно точно сказать, что ни одно желание не зависит от людей. То есть, абсолютно все свои желания мотивируют творить самостоятельно. Абсолютно. Для этого нужно просто больше внимания уделять себе, и больше опираться и ориентироваться на себя. А вы, с учетом того, что хотите серьезных отношений, семьи и будущего, вы на себя явно не опираетесь в полномерии. Отсюда и, соответственно, зависимость от других людей появляется. Хотелось бы разобраться, почему так получилось, когда началось это. На самом деле, ни почему так происходит, ни когда это началось не важно. Важно то, что происходит сейчас, и как вы можете это изменить. Лучше в том случае, можно это прекращать. Нет, 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 нет. Эти вопросы не означают прекращение. Эти вопросы означают просто, определенные знания о проблеме, но они никак не влияют. То есть, по сути, по факту, да, это просто знание, оно не изменяет важные потребностные сферы. А потребностная сфера, она начинает меняться, когда происходит осознавание того, как это все происходит. Осознавание происходит при вопросе, как. То есть, как я делаю то или иное. Как я, вот, прихожу к этому. Чего я хочу, какую цель я преследую и так далее. Чего мне не хватает. Как я выбираю именно такой способ удовлетворения своих желаний. Как я себя чувствую, например, если не встречаюсь с новыми людьми. Как я чувствую себя, встречая с новыми людьми, да. Вот. И вот такие вопросы, они больше дадут пользы лично для вас. И, возможно, вы захотите в таком случае что-либо изменить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.